Ещё пару вопросов. Давай. Всё съебался. Съебался? В смысле съебался? Меня, блядь, просто выгнали. Когда вернёшься? Когда пойму, что мне не угрожает швабра в жопу, блядь. Тогда вернусь. Блядь, я обожаю Россию. Уважаемый Алишер Тагирович, дорогой Моргенштерн, в прошлом году тебя пропутинские власти признали иноагентом. И ты был вынужден уехать из страны, которую любишь, и в которой тебе хотелось бы выступать. Ты уехал из страны, которую грабят коррупционеры. А у нас в Молдове некоторые коррупционеры были вынуждены уехать из страны и убежать от молдавского правосудия сразу же, как поменялась власть. И теперь эти коррупционеры, скорее всего, из украденных денег платят тебе гонорар. Меня зовут Андрей, я из Молдовы. Я хотел бы выразить тебе свой искренний пиздец. И я уверен, это не только мой пиздец, но его разделяют и многие из твоих молдавских фанатов. Я, кстати, узнал о твоём концерте в Кишинёве не из твоего видео в Инстаграме. Салют всем из прекрасного города Кишинёв. Молдова. У меня для вас отличные новости. 19 июня состоится день выпускника, и вам очень повезло. Ведь в этот великолепный, солнечный, незабываемый праздник в вашем городе, прямо на центральной площади, будет выступать Моргенштейн. А узнал я о твоём концерте из уст одного самопровозглашённого, так называемого, молдавского общественного деятеля. Вячеслав Валько зовут его. Дорогие друзья, я жду вас всех в это воскресенье. 19 июня, начиная с 15.00 на площади Великого национального собрания на концерт, посвящённый Дню выпускников и молодёжи. Мы пригласили известных артистов. Я считаю, это очень важно, донести до тебя тот факт, что именно Вячеслав Валько официально в документах является организатором твоего мероприятия в Кишнёве. Кто он? Откуда у него деньги на такие концерты? Ведь в прошлом году Вячеслав Валько участвовал в парламентских выборах как независимый кандидат. И на вопрос журналистов, откуда у него деньги, на что он живёт, он отвечал вот так. Я живу скромно, у меня нет ни машины, ни квартиры, ни бизнеса сегодня. Они же тебе не туровец? Нет, я живу, потихонечку трачу эту денежку, которая у меня есть. Ни машины, ни квартиры, ни прибыли. Откуда же деньги на такой концерт? Сейчас узнаем. В том же видеообращении господин Валько говорит нам, что спасибо за твой концерт в Кишинёве. Говорить нужно не ему, а кому же. Друзья, я лишь двигатель идей и официальное лицо мероприятия. А сказать спасибо мы должны замечательной Виктории из Кранады. Она, в свою очередь, переговорила с рядом наших соотечественников, которые там живут. И они вместе, будучи частью нашей молдавской диаспоры, решили спонсировать мероприятие этого воскресенья. Виктория из Канады, говорит нам Вячеслав Валько, читая ранее написанный хуй знает кем текст. Алишер, ну ты же умный парень, ты же сам знаешь, сколько стоят твои выступления. Как может группа молдаван из Канады просто так, при никакой ассоциации, при никакой организации, при никакой круглой дате, просто так организовать твой концерт для молдавских выпускников? Концерт за десятки тысяч? И еще через посредника, такого посредника, как Валько? Как ты думаешь, важно задавать себе такие вопросы? А теперь я хочу тебе некоторые подробности рассказать про этого прозаического долбообщественного деятеля. До 2019 года был у нас в Республике Молдова такой маленький Дон Корлеона. Звали его Влад Плохотнюк. Он организовал преступные группировки, вымогательства, мошенничества в особенно крупных размерах, контролировал 4-5 телевидений, институты власти, забывал продекларировать пару вилл из Франции и Швейцарии. Тебе это никого не напоминает? И в это время, пока Плохотнюк был у власти, господин Валько, не уставая, работал на Плохотнюка. Голдова! Я стою сегодня перед вами, потому что так оказалось, что только демократическая партия во главе с председателем ее, Владимиром Плохотнюком, встала на защите нашей страны. В 2019 году, когда Плохотнюк убежал из страны, появился Вячеслав Платон. Кто такой Платон? Отличный бизнесмен, конечно же. Но кроме этого, он осужденный за банковское мошенничество, за то, что был создателем и руководителем преступной организации для отмывания денег через молдавские банки, а в остальном отличный бизнесмен Вячеслав Платон. Это и есть наша цель – не допустить очередного оболванивания людей. Это наша цель и задача в этой избирательной кампании. Этот Платон в прошлом году с помощью Вячеслава Валько участвовал в политических дебатах, строил себе публичный образ борца за справедливость и тем временем готовился съебаться от молдавского правосудия в Великобританию для политического убежища. Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон подтверждает, что находится в Лондоне. Более того, он приглашает для беседы проживающих в Великобритании молдаван и обещает им наилучшие решения проблем, с которыми они сталкиваются. Нормально. И это тоже еще не все. Есть у нас и третий коррупционер, который съебался в Израиль. Он оттуда спонсирует политическую партию, протесты. Зовут его Илон Миронович Шор, муж певицы Жасмин, кстати. И 19 июня, в день твоего запланированного концерта, партия Илона Шора организовывает в том же месте, на той же площади, протест против нынешней проевропейской власти в Молдове. Совпадение? Ждем тебя в воскресенье, чтобы требовать справедливости. 19 июня. Площадь Великого Национального Собрания. В 17.00. Новая жизнь. Они просто ничтожные лицемеры. Готовые проплачивать журналюк, готовые организовывать бесплатные концерты с большими звездами. И им глубоко похуй на молодежь и на их нескончаемые проблемы. И людям, особенно молодежи, необходимы положительные моменты, чтобы хоть как-то отвлечься от нескончаемых проблем. Уважаемый Алишер, я не буду тебя просить о том, чтобы ты аннулировал свой концерт в Кишиневе. Хотя это было бы охуительным решением с твоей стороны как артиста. Но я считаю своим гражданским долгом поставить тебя в известность и сообщить тебе то, что тебя и твою популярность, такие же бандиты, как и у вас в России, пытаются использовать, чтобы дестабилизировать мир в Молдове. Ты и сам увидел и видишь, что творится в России из-за коррупции. Через какие последствия проходит твоя страна и ты лично, из-за того, что некоторые люди просто опьянели от власти и пытаются удержать ее любым путем. Ты и сам видишь, как этот ваш 300-летний Вальдеморт начинает войны, посылает молодых ребят воровать стиральные машины и насиловать украинских женщин. Я посмею тебя попросить лишь о том, чтобы ты осознал свою силу, свое влияние на аудиторию, на тысячи молодых людей, которые, наверное, придут на твой концерт в Кишиневе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой гонорар, скорее всего, будет платиться не из самого чистого источника. Пожалуйста, обратись к твоей аудитории, расскажи им, что ты знаешь или хотя бы предполагаешь, откуда деньги на этот бесплатный концерт в Кишиневе. Призывай людей читать, информироваться, а не становиться мясом и массовкой на политическом поле боя. Спасибо тебе за внимание и спасибо за трек 12. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!